Всем привет! Сегодня вам расскажу за вот этот вот WebXML, который у нас позволяет настраивать наши сервлеты. Но на самом деле он может намного больше. То есть это XML, который управляет нашим приложением. И мы начнем с самого начала. Смотрите, как вы знаете, у нас в папочке WebInf должен лежать WebXML. В этом WebXML в принципе ничего может не быть, кроме вот этого WebApp тега. И в нем единственное, что действительно должно быть, это схема location, которая указывает там версию и все остальное. То есть я в принципе могу это все остальное поудалять, даже версию. Запустить это все дело и у меня в принципе все будет работать. То есть у меня нет никакой необходимости в том, чтобы что-то еще было. То есть если я сейчас крою свой браузер, и вот как видите у меня все работает. Все отлично, все просто замечательно. Остальные все записи это просто дополнительные схемы проверки. Ну если кто XML знает, там есть namespace, кажется они называются. Когда мы указываем схему и при запуске у нас просто проверяется, что наш XML соответствует какой-то определенной схеме, каким-то набору правил. Ну и версия тоже так, она не обязательно просто указана. Это тоже кодировка и версии, они тоже указаны просто для того, чтобы они были. Чтобы было понятно, что это энкодинг, это версия XML, которая используется. Дальше в WebXML может быть множество различных тегов. За часть из них я сегодня расскажу, за самые такие, какие-то из них нужные, какие-то не нужные. Дальше я буду в следующих уроках дополнять это все, рассказывать за теги, которые относятся к определенным темам. Например, будет урок по фильтрам, я расскажу как здесь фильтровать это все, как настраивать фильтры, аутентификацию. Ну а сегодня мы пробежимся просто по обычным стандартным наборам. Но перед этим еще я вам хотел еще раз сказать такой момент, что у нас здесь есть вот мой патч, который у меня лежит. И в нем есть папочка конфиг. Если я зайду сюда, у меня здесь уже есть WebXML. То есть это стандартный, со стандартными настройками WebXML, которые по умолчанию всегда используются. Вот здесь то же самое, начинается с WebApp. И все, что есть, находится внутри него. Используется здесь 3.0 версия. Дальше, у меня кстати 7 патч, если что. Вот у нас здесь даже приписан один сервлет. Это дефолт сервлет какой-то. Дальше, дальше в основном комменты идут. Есть GSP сервлет. Ну дефолтовый, я так понимаю, отвечает за запуск сервлетов. GSP сервлет, я так понимаю, за запуск GSP сервлетов. Дальше тут закомментированные многие. Ну и в конце у нас идет набор миме-тайпов. То есть у нас есть какие-то типы, которые у нас могут приходить к нам. И соответствующие им значения. Вот, все вот эти миме-тайпы. Ну и в конце у нас, я вам еще за него сегодня расскажу. Это Welcome File List. В котором прописаны те самые файлы, которые у нас запускаются по умолчанию. Ну, я сейчас об этом вам обо всем расскажу. Собственно говоря, сейчас мы начнем потихонечку проходить. Ну, первое, что хочется рассказать, это естественно за сервлеты. То есть, сейчас давайте добавим. Вот, сервлет. Да, я, соответственно, прописываю какой-то сервлет, его класс. И потом этому сервлету я прописываю маппинг. Ну и, соответственно, ну, вы все это знаете. Я вам об этом обо всем рассказывал. Дальше я вам еще расскажу подробнее, как тут настраивать. Есть определенные нюансы. Я думаю, под это надо будет выделить урок. Но, тем не менее. То есть, самый распространенный, самый обобщенный, это вот сервлет и сервлет маппинг. Два самых основных тега. Дальше, дальше, вот как раз идет тот самый welcome file list, который вы только что видели. Вот в этом стандартном web.xml, который находится в самом низу. Вот. Это набор файлов, которые запускаются по умолчанию. То есть, если, допустим, я прихожу сюда и запускаю вот таким вот образом, то он первым делом ищет индекс.gsp. Если его не находит, то тогда ищет индекс.html. То есть, мы можете свой набор, к примеру, там какой-нибудь default.html сделать. Вот. Но, естественно, тогда он будет искать индекс.gsp. Если нет, индекс.html. А если нет, то default.html. Вот, давайте мы с вами добавим default.html. Давайте лучше его куда-нибудь. New directory.html. И сюда. Default. Так, вот. То есть, мы прописали, что если у нас, что это будет один из дефолтовых. Теперь мы можем перезапустить наш сервер. Он, наверное, ругается, потому что у меня Hello сервер прописан здесь и здесь. Так, давайте еще раз перезапустим. И вот теперь я могу запустить по умолчанию. А, у меня же здесь неправильно прописано. Мне нужно. HTML. Default. HTML. Вот теперь заработает. Вот, дефолтовая страничка запустилась. Дальше. Дальше сессия. Тоже очень важный и интересный момент. Как вы помните, по умолчанию у нас сессия прописана в 30 минут. То есть, у нас есть значение, по-моему, 1800 секунд у нас по умолчанию прописано. Мы можем это изменять. То есть, если мы считаем, что 30 минут это много. Клиентов у нас приходит постоянно. Очень много. Поэтому мы можем там изменить, допустим, на 10 минут или что-то в этом духе. Вот. Поэтому здесь мы можем указать тайм-аут. То есть, сколько здесь минут у нас должен быть этот самый. Единственное, что, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас, когда мы прописываем наш раздел, request get session set max active interval. Мы здесь прописываем в секундах. То есть, здесь 1800 должна быть. Вот. А здесь, по-моему, прописывается непосредственно в минутах. То есть, или как-то так. Ну, в общем, это надо погуглить. Суть в том, что вы должны знать, что есть такой параметр. Нужно задавать тайм-ауты здесь. Вот. Дальше. Дальше. Есть вот таких вот три интересных, редко используемых параметра. Это icon. Мы можем прописать какие-то картинки. Вот я, допустим, взял картинки. На них есть определенные ограничения. Это должны быть 16 на 16 и 32 на 32 картинки. Это должны быть гифки или png. И вы их можете использовать, прописывать здесь. Но это не те картинки, которые... Ну, вы можете подумать, что это та картинка, которая отображается вот здесь. Нет. На самом деле, эта картинка, она из HTML отображается. Вы ее прописываете на вашей GSP-страничке. Вы можете открыть любую GSP-страничку и там прописать HTML картинку. Это немного другие картинки. Они используются для разных GUI-приложений, типа аплетов и так далее, которые вы тоже можете использовать. Display Name и Description то же самое. То есть, вы можете сюда прописывать какие-то данные, которые там потом будут отображаться в GUI-ных. Но, в принципе, это довольно-таки редко используемые параметры. Поэтому я про них рассказываю в самом конце. Также, как вы видели в дефолтовом WebExML, вы можете прописывать какие-то свои MIME-параметры. То есть, к примеру, Full, Application, X, FullBar. Ну, или что-то такое. То есть, или вы можете переопределить там каким-то образом. Ну, при желании. Ну, тоже это вы довольно-таки редко будете использовать. Плюс еще Location. Ну, я вам зачем это все рассказываю. Просто вы должны знать, да, что вот, мало ли, вдруг понадобится там на вашем проекте переопределить. Вот, Locale. Locale мы тоже можем переопределять. У нас может быть там несколько Locale. Мы можем кодировки определять. Locale там, IOA там и так далее. То есть, страну с Locale. У меня есть отдельный урок. Можете посмотреть. И самое последнее. Это вот самый интересный. Тег Distributable. Этот тег говорит о том, что наше приложение будет работать во множестве кластеров. То есть, это будет кластерное приложение. Приложение, то есть, суть какая? Суть в том, что когда мы приходим на тот же Google или YouTube, у нас ни одна машина не сможет обработать миллионы запросов, которые ежедневно приходят на тот же YouTube или Google. Поэтому нужны кластерные приложения. Кластерные приложения, это когда есть один компьютер, который обрабатывает все запросы, но он их не обрабатывает, он их рассылает на другие машины. То есть, и у него в сети там может быть 20-30 разных машин. Он просто отправляет на них все свои запросы, и они уже их обрабатывают. При работе с такими приложениями есть определенные нюансы. Ну, допустим, у нас контекст, он не шарится, поэтому в контекст ничего ложить нельзя, потому что сейчас у вас запрос пришел на одну машину, а потом придет на другую. Но есть и приятные моменты, к примеру, то, что сессия. Сессия у нас шарится везде, но не рекомендуется туда уложить очень большие объекты. Вот. Как оно там делается, это уже отдельная тема, как эти кластерные приложения работают. Вот. Но если у нас наше приложение будет состоять из множества компьютеров, то нам еще нужно будет Distributable использовать. Вот такой вот тег. Вот как-то так. Это основные теги, которые у нас есть. Дальше я еще порассказываю, но там уже будут отдельные темы под каждый тег, там, под идентификацию, под фильтры, там, и так далее. То есть, под EGB всякие. Вот. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok